Владимир Путин сегодня поздравил президента Таджикистана и Мамали Рахмона с Днём Независимости. В телеграмме российского лидера отмечается конструктивная внешняя политика, которую ведёт Душанбе. Отношения между двумя странами развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества, считают в Москве. Россия поддерживает усилия Таджикистана по обеспечению региональной стабильности. В самой республике праздник в этом году отметили скромно. В горах продолжается спецоперация. Силовики ищут мятежного генерала, который обвиняется в государственной измене. Репортаж Александра Сладкова. Республика Таджикистан сегодня празднует День Независимости. 24-ю годовщину. Этот день объявлен в стране выходным. Впрочем, торжественные мероприятия в городах, сёлах, столице, в Душанбе проходят не столь помпезно, как обычно. На это есть свои причины. Тем не менее, люди вышли сегодня на улицу в праздничных нарядах. Парки были полны народу. Повсюду шли концерты, выставки национального кулинарного творчества. Но торжества обошлись без личного участия президента. Имамали Рахмон поздравил граждан по телевизору. Мы более чем за два десятилетия добились ряда фундаментальных достижений, от которых зависит дальнейшая судьба нашего независимого государства. Важнейшим нашим достижением в этот период стало обеспечение мира спасения нашей национальной государственности от угрозы исчезновения нашего народа от разобщенности. Пять дней назад были совершены два нападения на сотрудников МВД. Девять милиционеров погибли. Отряд мятежников под предводительством бывшего заместителя министра вороны республики генерала Нозар Зуды до сих пор скрывается в 45 километрах от столицы в Рамидском ущелье, где проходит специальная операция. Уже арестовано 60 сторонников экс-генерала, 18 уничтожены. Один из самых важных факторов стабильности ситуации в регионе. 201-я российская военная база. Три боевых полка, разведка, спецназ, авиация, артиллерия и управление, обеспечение. Это самая крупная российская военная база за рубежом. Гарнизоны базы разбросаны по стране. Вот уже второй день, как они подняты по тревоге и находятся в полной боевой готовности. Конечно, ситуацию, которая происходит, мы её отслеживаем, но никак она на нас практически не влияет. В случае действительного обострения ситуации батальоны российской базы должны взять под охрану все так называемые критические, особо важные военные и гражданские объекты Таджикистана и удерживать их до прибытия сил из других стран-участниц ОДКБ. Этому учат и на полигонах. Подразделения полка занимаются тактической подготовкой во взаимодействии с вооружёнными силами Республики Таджикистан по блокированию незаконных вооружённых формирований, борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника, их полное уничтожение, взятие под охрану критически важных объектов. Российская военная база. В прошлом 201-я дивизия участвовала в афганской войне 10 лет. А сюда прибыла сразу после Великой Отечественной, ровно 70 лет назад, в 45-м году. И она уже давно весьма органично вписалась в жизнь этой гостеприимной Южной Республики. Александр Сладков, Дмитрий Вишкевич, Егор Долинский, Вести, Таджикистан. Субтитры создавал DimaTorzok